вот шел 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 а тут племя такое лежит но судя по их спокойствию они сыты агаша ли это агаша ты агаша или ты притворяешься кто ты агаша ты или нет они отдыхают это справа сейчас я попробую зумировать белый это самец вот и черно-белый самец а эта девочка весело весело молодцы агаша или нет агаша нет молчит значит это не агаша 1 1 пойдем дальше агаша это дочка томаса она куда-то пропала магазин закрыты сегодня почему закрытый праздник хоть и воскресенье праздник до наш наш парк тоже пустой нет детишки есть кое-кто приходит детишками играется праздники это вообще-то больше народу приходит но сейчас мы с вами пройдем через парк хочу фотографию сделать артефактов короче говоря есть такая вещь психологическая когда кто-то воздействует силу каких-то обстоятельств или причин на другого человека и пытается сломать повредить его психику но думая что таким образом он победит ошибается сколько нас пытались сломать мы все равно выдерживали а это самое главное найти силы в себе и выдержать найти где-то позитив и эту ситуацию повернуть в другую направление и слава богу что у нас есть на сегодняшний день это возможность которую мы используем это снимать фильмы и выставлять их вот какая синяя штучка бегает под лампочкой мушка что ли непонятно какая она классная пошли дальше так что у нас здесь мы идем к артефактам виды конечно интересные обалденные за забором мимоза какая огромное дерево мимозы это осторопша что ли пропустил какая осторопша с жуками это засохшая наверное уже вот какая еще крупная еще красавицы раньше снимали пчелок на цветках мушек выставляли красивые майские жуки солнце нагревается быстро все воздух становится горячим так идем 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 проходим через заросли вот если сказал осторожно ходи по дороге этой потому что здесь много чего может быть дикого так вот этот коммуникас со своими шишечками и цветочками уже много везде стало красавчики идемте так уже все неделю назад был здесь уже все так заросло дебри или это другое что-то я вспомнил название тех красивых цветов которые по всему гиватамары растут и здесь тоже в этих местах это эхинопс когда он не появится их вам покажу вам а это клевер да клевер селевым не за селевым арианом да селевым селевым клевер красавчик какой у нас клевер красивый живописный импрессионный украинская хата похоже лавы как же мне сделать фотку а ну и на обратном пути сделать сейчас я пока как раз освещение вот это вот классная артефакты под носом называется артефакты под носом я у них уже о них показывал рассказывал но о них можно показывать и рассказывать пом долго и часто потому что загадка остается загадкой вот эти вот поверхности дикие оставленные а вот эти поверхности на них наложены какие-то странные борозды я теперь смотрю что они по моему еще и кривые а раз кривые им каким-то инструментом врезались он в глубину видно что в глубину врезались они вот для чего для чего это для того чтобы отслоить камень от камня вряд ли вряд ли потому что он поверхность все равно остается как у глыбы со своей этой вот грубостью вот вверху видно что от пили на пили на и сбоку от пили на чтобы придать форму более ровную что ли и с этой стороны тоже помню ой тыруся пришла нет нет это не не марусь эта сестра и да здесь сестра живет дикая у меня корм есть подружка если хочешь я тебе дам да сейчас дам тебе корм сейчас я у насыплю сюда вот так вот лавовая кошка да она так похоже на нее но это не она сейчас и насыпите корм или это маруся чуть не могу понять лучше мне глюки что ли марусь это или нет 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 это не марусь у него какой-то аномалия здесь вообще происходит из другого измерения появилась кошка похожа на марусью то-то осталось там как это могла за мной прийти нет это здесь живет кошка вот так вот пришел называется поговорить что у нас еще есть интересного есть то что это выдал блин а специально это понятно вот тут именно в лавовом слое насколько он мощный а здесь есть база для того чтобы установить да там база на нас немножечко другая сейчас мы с другой стороны посмотрим здесь есть лавовые тоже вот эти вот слои но вряд ли нет тут сложно проходить там видно что она немножечко по-другому установлена да там какие то скорее всего она установлена значит должна установлена быть на твердую почву или на твердый грунт или на твердую поверхность но это впрочем когда все с забором оградили и сложно здесь что-то понять раньше было все открыто ладно идем дальше кошка в на лавах живет это вообще мы с вами с другой стороны подходим туда в принципе мы с этой сцене уже подходили здесь артефакты под носом гора табор сегодня погода позволяет ее увидеть получше дядя дядя идут вот постройки новостройки везде вот непонятно для чего и как очень сильная такая конструкция артефакт очень сильная и самое главное что она из каких-то каких-то этих кусков сделано как бы меньшего на крышу поставлено если это крыша меньших по размеру вот а здесь более мощные более мощные и самое интересное что здесь даже трещина есть видимо но это трещина природная как этот скол во всю идет длину и все опять же те же борозды от инструментов даже есть вон в глубину входящие вот как они как они вообще и для чего это сделали вот именно для меня идет сейчас я наверное догадался до кое-чего скорее всего эти борозды они созданы смотрите с разным расстоянием друг от друга здесь и здесь разные расстояния значит это говорит о том что они были сделаны просто с целью нанесения какого-то либо декоративного либо культового либо еще какого-то значения вряд ли это было связано с какой-то обработкой это скорее всего связано вот именно совсем другой причиной потому что они нанесены по гуляющей поверхности вот она то выступает она то углубляется и они нанесли возможно это сделано уже вручную специальным инструментом который для камня для обработки скорее всего если посмотреть внимательно здесь нет вот этой вот полировочной обработки которая с крепким инструментом делается механическим путем машиной а вот видно что это вручную не видно я показываю да видно что это вручную сделано инструментом вот я сейчас подробнее стал смотреть и это обнаружил и концовки они совершенно разные совершенно разные концовки когда обламываешь камень вот либо углубляешься туда где тут она ага либо углубляешься либо вот так вот вот так вот вот вам еще одна разгадка так по тем всем местам они отсутствуют а здесь они вот именно в виде в виде каких-то дополнений созданы теперь все ясно это вообще связано с оформлением этих каменных блоков вот так вот очень интересно значит соответственно обработка шла вот эта вот обработка тоже скорее всего каким-то с подручным инструментом как скульптуру создавали раньше вручную ее долго создавали будем считать что это известняк тот который из которого создавали скульптуру единственное что у него видимо качество известняка более рыхлое ну его структура и поэтому он годится больше на такие блоки чем на скульптуру потому что возможно он просто бы рассыпался и все а чтобы удерживать его форму их делали в виде блоков вот так вот а вот откуда их привезли и даже как это уже вопрос другой поэтому ну и в дополнение отдаленные от тех мест сооружения из блоков видимо либо это законченные их да судя по орнаментике будем так уже называть сверху вот значит это законченность это законченность вот можно сказать еще и даже смещение в постановке вряд ли там зовешь чей-то шуткой или баловством скорее всего здесь какие-то еще один код кисик а что ты там делаешь а вообще как будто бы эти преследуют потому что если бы давала трость она бы пошла за мной а здесь кот стоит вот он неужели они здесь живут все охранник сооружений так вот эти сооружения все скорее всего были созданы ну давай зум уходи руки холодные и зум все ушел вот эти все сооружения они все-таки были с целью установлены в определенное время кем-то для чего-то и так далее и да вот даже длина блока вот этого вот кисик у меня есть корм если ты хочешь я насыплю сейчас она ощутимая где-то более двух метров два с половиной возможно даже сейчас тебе корм насыплю иди сюда может быть они пришли сюда из как раз у меня есть сейчас куда тебе насыпать получше здесь есть где-то сейчас 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 тебе же хочу получше насыпать вот здесь сейчас дружище вот тебе кушай кушай иди кушай вкусненько иди дикий очень дикий кот иди ешь ешь кс-кс иди ешь ну нюхай 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 да о скажи ресторан пришел прямо сюда то место где он живет ну чудо чудо ладно ребята ну ка красавчик покажись как ты на лаве кушаешь корм вот так вот ну все всем пока бай бай аруар с вами канал ренуар звездочка лариса звездочка бай м м м Продолжение следует...